Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум получил грант в 7,5 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы. В рамках обновления и модернизации оборудования в техникуме сейчас создаются учебно-производственные мастерские по стандартам WorldSkills. Будущие парикмахеры и спасатели уже испытывают новое оборудование. Завершён ремонт в кабинете для занятий делопроизводителей. О новых возможностях балаковских студентов в нашем сюжете. Для отработки навыков спасателей по техногенной катастрофе это имитация разрушенного здания, завал плиты, разрушение стены. Здесь также имеется конструкция решётка. Непосредственно для использования инструмента ГАСИ разрезать, убрать лишнее. Опять у нас идёт следующий модуль разрушенная стена, только уже с горизонтальным положением. Следующий вот как раз модуль у нас завал плиты, перекрытие. То есть её мы поднимаем инструментом наверх. Лебёдка позволяет фиксировать всё, чтобы человеку было всё безопасно. Но тем не менее приближены как бы к реальным условиям. Замкнутое пространство и так называемая шахта лифта. Тот же самый принцип. Вы инструментом поднимаете её наверх, выставляете упоры, пролазите дальше. Как правило, в таком лабиринте используется пострадавший. Сюда укладывается манекен. Манекен пострадавшего, которого в итоге команда из пяти человек спасателей должны его положить на мягкие носилки и доставить в зону безопасную для следующей передачи скорой помощи. То есть такой вроде бы небольшой, но довольно трудоёмкий процесс всего вот этого. Я сам лично пробегал. Сила очень много занимает. Время, правильность. Самое главное при оказании помощи пострадавшему спасатель должен избавиться личной безопасности. То есть здесь непосредственно отрабатываются навыки, чтобы это уже как бы вошло в привычку подкладывать упоры под разрушенные конструкции. Чтобы себя обезопасить, добираешься до пострадавшего, выносишь его. Также здесь, да, действительно на время, на правильность. По стандартам WorldSkills есть определённые аспекты, за которые судьи вычитают либо добавляют баллы. Благодаря федеральной программе мы выиграли грант и поставили для наших спасателей скалодром. Как вы видите, здесь раз, два, три, четыре, четыре грани. Три из них для новичков-любителей. И в последующем покажу пятую грань уже с отрицательным наклоном. Она для людей уже, которые имеют разряды и более профессионально к этому относится. Все вот эти вот камушки, которые они есть, можно скрутить и переместить по своему желанию. То есть если вам уже кажется, что вы достигли предела на этой трассе, мы можем всё изменить. Вам больше так не будет казаться. Вот. Наши ребята отрабатывают здесь навыки, чтобы потом в последующем использовать всё в соревнованиях WorldSkills. То есть там также есть определённые моменты, если конкурсное задание включают. То есть это одно из них. Здесь нам сейчас позволяет отработать всё это. То есть можно усложнить ещё подъём-спуск. То есть подъём на жумарах непосредственно, а не цепом. И спуск уже непосредственно через восьмёрку. Дети, ну как, у них такой интерес довольно серьёзный. То есть у нас есть основная команда, которая постоянно занимается. И уже, в принципе, мальчики и девочки хотят секцию. В скором времени запускается секция непосредственно по скалодрому. Вот. И все желающие смогут принять участие. Мало ли у кого какие таланты. Может быть, будущих чемпионов воспитываем. В этом учебном году, в 2019 году, губернаторский автомобильный электромеханический техникум стал обладателем президентского гранта на сумму 7 миллионов 460 тысяч рублей. В соответствии с этим грантом мы оборудуем сеть пяти федеральных мастерских. Это следующие компетенции. Парикмахерское искусство, докуменционное обеспечение управления архивоведения, банковское дело, спасательные работы и бухгалтерский учёт. В соответствии с требованиями мы оборудуем, мы проводим ремонт в каждой из мастерской. Вот так в настоящее время мы находимся в мастерской по компетенции парикмахерское искусство. Здесь полностью произведён ремонт. В настоящее время у нас в пути, так скажем, закупили мы новое парикмахерское оборудование. У нас будет обновление парикмахерского оборудования, обновление инструментария парикмахерского. И всё у нас будет оборудовано, в соответствии с требованиями WorldSkills. Теперь мы с вами уже находимся в подготовленной федеральной мастерской по компетенции докуменционного обеспечения управления и архивов видения. Данная мастерская разделена на две зоны. Первая зона учебная для теоретической подготовки студенток, и вторая зона – это практическая зона. У нас здесь 9 рабочих мест. Каждое рабочее место оснащено в соответствии с требованиями стандарта WorldSkills. Мы можем подойти и посмотреть, что здесь есть. Рабочее место предполагает, что это уже будут новые современные моноблоки у нас, сенсорное МФУ. И, соответственно, тут все до мельчайших подробностей рассчитано. У девочек будет своя автоматическая телефонная станция, и весь их инструментарий, вплоть до ручек, ножницы и так далее. Это архивные станки, и планетарный сканер, и ламинаторы, и резаки, и степлеры производственные. То есть все необходимое имеется. Ну вот на документационном обеспечении управления у нас девочки, да, девушки. Ждем юноши. У нас на заочном отделении были ребята. А вот, ну, ждем и мальчика в том числе. Потому что с документами работают все, в том числе и юноши. Ну, вообще, модернизация материально-технической базы учебных учреждений, в том числе и нашего, направлена на успешное овладение профессиональными компетенциями наших студентов, на успешное, так скажем, получение соответствующего среднего профессионального образования, и чтобы они могли, так скажем, наши ребята, быть достойны представлять и Саратовскую область, и, возможно, и на всероссийском уровне, на чемпионатах международного уровня, и, соответственно, быть востребованными у работодателей. Продолжение следует...